Октябрьский переворот, другие считают его Октябрьской революцией, и то и другое, в общем-то, важно, что происходило впоследствии. Ну и, безусловно, поскольку наша власть, она пожирает всегда своих отцов, традиционная история в любой Византии, так оно и происходило, и будет происходить, то, естественно, праздник был смещен на четвертый, к Минину и Пожарскому. И вот, вы знаете, в очередной раз прослушав своих коллег-экономистов, которые говорят, кто-то говорит о крисе доверия, кто-то говорит о том, что тем или иным способом власти общества, ну, опять-таки, вот настройка, я не могу слово «власть» даже применять, я применяю слово «чиновничество», и подчиненное имя, и ими люди не могут найти какого-то согласия. На мой взгляд, здесь все-таки первично в том, что, а хотим ли мы это найти, согласие. В первую очередь, даже в той области, которая называется экономика, потому что методы и, соответственно, направления развития экономической политики, как таковой, очень сильно разнятся. Разнятся у тех, кто прорывается, как бы вот к этой лохане, периодически такой даже термин я слышу, и он применяется частенько, и теми, кто как-то остается за бортом этой лохане. Вот ключевым все-таки является, это именно говоря, система организации. Система организации, управления вот этих двух страт. Одна страта хочет править, а вторая страта хочет прорваться в эту структуру правлений. Есть ли здесь выход? Как мне кажется, все-таки выход заключается в том, что в первую очередь, ну, конечно, рассчитывать на то, что те, кто хотят править, они вдруг ни с того ни с сего откажутся от этого завоеванного ими, завоеванные ими возможности, это, наверное, иллюзорность. А вот хотим ли мы управлять кооптивно, то бишь хотим ли мы договариваться и говорить о согласии? Конфликты последних лет на так называемых национальных почвах, на почвах религиозных и всем остальным, на мой взгляд, для нас являются основным вызовом 21 века. До тех пор, пока мы, наверное, не научимся, в первую очередь, если ты обладаешь правом сильного, слушать слабых, мало что изменится. Можно ли призвать сильного к диалогу, если ты слабый? Это достаточно сложно, практически невозможно, я считаю. Что для этого нужно? А вот для этого, на мой взгляд, нужно как раз наращивать собственные силы, интеллектуальные, финансовые, экономические, то есть вкладывать все больше и больше в свой собственный человеческий капитал. Рассчитывать на то, что это будет делать чиновник или власть, это иллюзорность. Именно поэтому я ратую за то, чтобы развивалось все больше и больше предпринимательства, потому что это как раз то самое звено, которое позволяет иметь альтернативный, независимый от чиновника доход. Ну, конечно, понятно, с определенными оговорками, потому что все дальше и дальше, все глубже и глубже чиновники простирают свои руки в карманы наших сограждан. Ну, мы, наверное, уже многократно с вами обсуждали это, и я думаю, не очень сложно найти, что на сегодняшний день в Российской Федерации существует 124 неналоговых платежа. То есть помимо официального налогового кодекса есть различные организации, которые тем или иным способом называют из конечной стоимости цены, из ваших карманов, ваши же деньги, вами заработанный труд. И, естественно, это приводит к тому, что большая часть предпринимательства становится неконкурентно способна. Ну, вот сейчас генпрокуратура, один из таких примеров, занялась, казалось бы, где генпрокуратура и почему она занялась, тем, что нужно ограничить возможность производителя, подчеркиваю, не ритейлера, вечно виноватого во всем, а производителя в том, чтобы он не мог в ту или иную упаковку укладывать меньшее количество товара или 9 яиц, чтобы не существовало, чтобы не существовало 850 грамм. И здесь в чем я вижу проблему? Не в том, что мы с вами станем более внимательны или невнимательны, а в том, что оборудование, которое, например, сыпучих веществ, оно как было на килограмм рассчитано, оно так и будет, вернее, на объем рассчитано. А вот сколько туда поместится, 100 грамм, 200, 300, 400, зависит не столько от генпрокуратуры, сколько зависит от того, какие издержки несет производитель, какие издержки несет логист, какие издержки несет в конечном итоге тот самый, отвечающий за все ритейлер. И если говорить, в каком поле, на мой взгляд, должно было бы происходить регулирование подобного рода вещей, то это, конечно же, работа федеральной антимонопольной службы. Потому что здесь, на мой взгляд, напрямую есть момент недобросовестной конкуренции, когда на полке стоит товар килограммовый, а рядом стоит товар 850 грамм. То бишь возникает преимущество за счет визуального смешения. Визуальное смешение, когда мы с вами не можем различить на полке тот или иной товар. Ну вот генпрокуратура. И это еще один из элементов согласия или несогласия. Переведение подобного рода дискуссий в уголовный или, соответственно, в фон, связанный с уголовным наказанием, на мой взгляд, категорически неверно. Как раз федеральная антимонопольная служба имеет все инструменты для подобного рода влияния. Ну и, конечно же, Роспотребнадзор. Эти две организации, на мой взгляд, как раз первичны в установлении подобного рода правил. Это один из маленьких примеров того несогласия, которое у нас с вами на сегодняшний день есть. Плохо или это хорошо? Может ли быть общество гомогенизировано? На мой взгляд, нет. Оно и не должно быть равным, единым, построенным в одну ширину. Напомню, мы, наверное, с вами уже неоднократно обсуждали, что равенство возможно только с помощью насилия. Ну вот яркие примеры это в социальных обществах, которые, ну, примерами-то, наверное, и не являются. Ведь даже в этих обществах не существует равенства. Вряд ли вы увидите общество равен, можно признать обществом равенства Северной Кореи. Потому что с помощью насилия все равно существует абсолютно феодальная верхушка, которая присваивает себе те или иные права на лишение жизни, в первую очередь, на лишение или приобретение тех или иных благ, не уничтожает всех остальных. Поэтому возможно ли согласие? Согласие возможно, в первую очередь, с собой. Согласие со своими близкими, согласие с тем коллективом, который вы строите. Поэтому предпринимательство, на мой взгляд, одно из фундаментальных проявлений человеческой сущности, которое позволяет вам самореализовываться. Хочу вам этого пожелать, чтобы была возможность реализовываться себя, себя и свой коллектив в таком виде. Засима у меня короткое вступление, такое посвященное Дню Народного Единства и единовременно нашему празднику, бывшему празднику ВОСР, который был, в общем-то, ну, закончилось. Пойду по вопросам. Сергей, подскажите, пожалуйста, выгодно ли сейчас продать квартиру вообще? Вообще, что сейчас творится с жилой недвижимостью? Будет ли обвал? И имеет ли смысл вкладываться в доллар? Смотрите, Сергей, как мне кажется, то есть я, поскольку с коллегами, ну, с девайлоперами, надо сказать, крупными, их не очень много, их всего шесть компаний, я там с парочкой как бы знаком по старой жизни, ну, вот, я скажу честно, не вхожу в советы директоров, в общем, наверное, им в этом нет необходимости, но обсуждая с ними о том, какова их стратегия на ближайшие годы, я бы сказал бы так, что в ближайший год, года до 25-го, есть шанс, что недвижка будет лежать в плата, да, то бишь в таком вровном состоянии. Касаемо, ну, то есть обвала вот такого, да, обвал может возникнуть только в том случае, если на рынок будут выходить, по сути дела на вторичный рынок будут выходить разоренные ипотечники. Сейчас пока тенденция развивается, скажу прямо, то есть количество людей, которые не платят по ипотечным кредитам, растет, и я периодически в своих еженедельных программах там на Радио 1 об этом говорю, и с экспертами обсуждаю, там я не как-то, не в одну морду говорю, то бишь я там совсем не в одну морду говорю, я исключительно в качестве ведущего, эксперты больше говорят, но 25-й год, я думаю, что вот эта плата с легким, может быть, снижением, оно есть. При этом также, я думаю, что, Сергей, вы с нами на наших встречах такого характера присутствуете очень давно, сегодня как раз у меня на программе утренней, я эти цифры приводил, просто они у меня не под рукой, я, извините, что не буду сейчас приводить, потому что много вопросов, хочу успеть, все. Вложение в доллар выгоднее, чем вложение в недвижимость, и вложение в доллар выгоднее, чем даже в индексы московской биржи. Цифры приводил, утренняя программа, по-моему, ближе к концу первого часа. Извините, что просто пойду дальше по вопросу. А какие прогнозы касательно вот инфляции на рынке недвижимости? Видите, всех волнует. Я могу сказать, что пока ипотечники, да, безусловно, выбрасывают потихонечку квартирки на рынок, но это не приводит к обвалу. Здесь, я думаю, что есть, ну, такие публичные эксперты, которых вы можете как-то привлечь, того же господина Смирнова, и, насколько я понимаю, его супругу, госпожу Высоцкую. Вот. Я так понимаю, что, в общем, там, вне зависимости от энергии подачи, которая, в общем, у них очень сильно разнятся, надо просто выцеплять, как это сущность, да, сущность, и, по-моему, его Сергей зовут, вполне себе такая разумная сущность есть в этой части. Но подход мой, например, как, там, если взять мою какую-то такую инвестиционную внутренность, я всегда говорил, что бетон, это не самое, не то, что нужно покупать. Стоит ли покупать доллары на инвестиционных платформах, или вы советуете покупать только наличные для долгих сбережений? Я бы все-таки, Алексей, простите, вот эти все платформы, так называемые, инвестиционные, очень сильно они существуют, надо сказать, на доверии, поэтому я, все, что касается, где вас могут обмануть, обычно обманывают на третьей, четвертой сделке, я бы этого не рекомендовал. Что делать с долларами старого образца? Банки в России не хотят менять на рубли, сейчас в Беларуси, но там комиссия 1%, есть смысл менять. Дорогой Илья Андреев, старого, нового образца, ну, все, что касается, так называемого, что в России, что в Беларуси, ну, приводил даже этот пример. Я нетленную рукой отправил Яна Арта в Арабские Эмираты. У меня были фунты, так называемого, старого образца. Принимают величайшим удовольствием. Если вы сами не можете выехать, выехайте с кем-нибудь или отправьте нетленную рукой кого-нибудь, и все будет, и пребудет с вами счастье. Это мы тут развлекаемся, что там доллары с полосой, доллары без полосы. Мы можем еще установить, что там с доллары, с номерами нечетными не принимаем, а с четными принимаем. Причем с четными принимаем по четным дням, а с нечетными не по четным дням. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не руками. Вот знаете, как бывший банкир, я глядя на своих коллег, бывших коллег по среде, только могу пожать плечами. Банки вообще превратились в какую-то помойку зачастую. На посиделках, у нас там по четвергам проходит с Яном Артом посиделки, в этот четверг до 16-го числа он будет прогуливать, скажу честно. Поэтому не присылайте банки печенья, коробки печенья и банки варенья. Можете на Потапенко прямом есть все реквизиты, что можно и куда прислать. Вы с Яном посоветовали 5 миллионов рублей перевести в доллар есть лесенкой. Скажите, пожалуйста, как эта лесенка и почему нельзя сразу всю сумму поменять на доллар, учитывая, что курс снизился до 92 рублей за доллар. Дорогой Новобуде, значит, что имеется в виду лесенкой? Когда есть два метода, которые мы, в общем-то, частенько не то чтобы исповедуем, тут я хочу сразу оговориться, что я был бы очень рад за то и ратую всегда за то, чтобы появилась российская экономика. Я ратую за то, чтобы появились реальные отечественные конкурентные товаропроизводители, но не в виде лозунгов, потому что, к сожалению, за последние 30 с лишним лет могу сказать, что большая часть это, даже применяю такой термин, многие его даже используют, мы научились делать кожуха. Что это означает? Что за последние наверное 100 лет и даже не 30 лет мы брали все, что снято с патентной защиты, разбирали и делали товары просто, ну, скажем так, по обходным или куда более худшим технологиям. Именно поэтому большая часть бытовых приборов, если сравнивать их с аналогами, аналогами иностранными, в общем-то, носили характер, ну, скажем так, грубой подделки. Хотя внешне зачастую совпадали до степени идентичности. Когда пришла так называемая современная Россия, то здесь, поскольку больше политических лозунгов, чем экономического анализа, то стали делать кожуха. То есть стали мы делаем хорошую, ну, вот как ласточка, да, ласточка, она на 90% состоит из отечественного материала, но только по весу. Поэтому возвращаюсь к лесенке. Значит, два метода. Нам бы хотелось, чтобы экономика российская развивалась, товары были конкурентоспособны. Но, к сожалению, с точки зрения накоплений, и это демонстрирует в первую очередь наши власти, когда у них происходят обыски, у них редко, но происходят у них обыски, у них находят почему-то пачки вечно зеленых. Так вот, лесенка, это означает, что когда вы получаете доход, не та ситуация, когда у вас есть 5 миллионов, да, это, наверное, я когда проговаривал, он не совсем отловил вот этот момент, что у вас сейчас есть 5 миллионов. Лесенка, это когда вы получаете доход, и в этот момент получения дохода вы покупаете условный там 100 долларов. Сейчас, да, неплохой шанс, на мой взгляд, на вход всей вашей суммы в доллар и под подушку. Ну, в общем, шансов на то, что давайте опять-таки будем оценивать вероятностные характеристики, что доллар опустят ниже, скажем так, ну там, скажем, ниже 88, он невелик. Поэтому, в принципе, я скажу так, лесенка, это когда вы на вплодную ту же дату покупаете 100 долларов, либо десятина, которую я тоже регулярно говорю, что какой бы доход вы не получили, десятую часть вы вкладываете в долларов. Поэтому, если вы считаете, можете посчитать в долгую, дорогой новобуде, вам устраивает, что доллар это инвестиционная бумага от двух лет, сейчас неплохой вариант входа в эту бумажку. Скажите, разве банки продают доллар наличным? По-моему, можно купить только в приложении, а снять нельзя, где купить налом? В банке. Ну, я думаю, что сейчас от пупыр смс, дорогой, в банке можно прийти и купить. Если у вас какая-то существенная сумма, вы можете ее заказать. Но в целом у вас проблем с покупкой долларов, евро, я не наблюдал. Какие-то суммы свыше пяти, там, тысяч долларов, да, какие-то проблемы есть. Я думаю, вы сейчас просто возьмете, вот я каждый раз, когда читаю подобного рода вопрос, он не первый раз возникает, я задаюсь, вы не пробовали просто позвонить, ну, есть там РБК, банкирос, там есть указанное отделение, вы можете просто позвонить и задать вопрос, а могу я подъехать и, например, купить там пять тысяч долларов или там тысячу долларов, если в зависимости от ваших сумм, и вам дадут взвешенный, на мой взгляд, разумный ответ. Не надо бояться этого, поверьте мне, что, в общем, доллары есть и они никуда не делись. Серж задает вопрос. Мнение Дмитрия по поводу ЕНС и ЕНП. Упростил ли это работу бизнеса? Думаю, странно, что налоги физлица и он же и П кладутся в одну корзину, а очередное резервирование определяет ФНС. Предположим, физик должен уплатить налоги до 1 декабря, а ИПшник 25 октября и вносит на ЕНС налог за ИП перед 25 октября. Эту сумму ему резервируют в счет налога физика и перед 25 октября сальдо 0. ЕНС и ЕНП не упростило никоим образом и бизнесу, работу, и, в том числе, как не покажешь, странно, налоговым службам. Про это можно легко почитать то, что пишет Наташа Горячая. Мы с ней, вот у нас недавно был круглый стол у аппарата омбудсмена по защите прав предпринимателей по городу Москва Татьяна Минейевой, где как раз Наталья Горячева выступала. Горячая, да? У нее есть, если вы знаете, в общем-то, делаем бизнес вместе, соответственно, вот телеграм-канал, там все можно великолепно прочитать. Проблемы есть, но к чему апеллирует Наталья, и я с ней в этой части очень сильно согласен, когда только развивалась ситуация по ЕНС или ЕНП, как вам угодно, она неоднократно, это можно также найти в ее телеграм-каналах, обращалась к лидерам различных ассоциаций, лидерам ассоциаций бизнеса, частным компаниям, там тем или иным, чтобы хотя бы продвинули некую петицию об отмене или, соответственно, отсрочке введения подобного рода счета, будем называть его так. Большая часть, ну, то есть практически там никто за эту тему даже не вписался. А если нет никакого давления, ну, грубо говоря, бизнес зассал. Извините, я буду применять это жесткое слово, но если он бизнес не готов себя защищать, пусть даже не в прямую, для этого существуют, во-первых, общественники, для этого существуют, ну, то бишь вы совершенно спокойно можете делегировать, у вас существует огромное количество ассоциаций, бизнес-клубов и так далее. Ни один из этих, ни одна из этих ассоциаций, в общем-то, никак активно не выступила по поводу того, того, что ИНС это плохо. Поэтому все, что вы пишете, Серг, Серг, Олд, я могу сказать, что абсолютно справедливо. Привожу вам даже конкретный пример по себе, любимому, потому что самое простое, это как тренироваться на кошках, то бишь на себе. Вы, поскольку, наверное, смотрите на нашу программу не первый год, то знаете, что у меня есть задолженность перед налоговой службой. Она составляет 25 рублей 98 копеек. И я осознанно, и я это артикулирую в очередной раз и вам в том числе, ее не выплачиваю. С чем это связано? Связано это с весьма прозаичной вещью. Дело все в том, что эта задолженность не просто неправомерна, а она возникла в результате механистической ошибки. И это не вопрос суммы, потому что если сама система допускает ошибку, пусть на столь незначительную, но тем не менее сумму, у кого-то она будет незначительная, у кого-то она будет большая. Это означает, что систему нужно менять. В чем там суть? Мне начислили, это начисленное пение на земельный налог, когда земли у меня даже физически не было. И я эту позицию могу сказать на встрече со своим же налоговым инспектором совершенно четко артикулировал. Но поскольку там она прекрасная девушка, она в общем-то человек подневольный, она в нашей беседе говорит, ну, Дмитрий Вячеславович, вы понимаете, что я хочу, чтобы было возбуждено административное дело, чтобы мы, я никакого мирового судью, я тут же отобью, это все дело, я переведу это обязательно в порядок в городской суд, именно для того, чтобы не возникали механистические ошибки. Потому что без вот этой обратной связи, когда мы, как налогоплательщики, не принимаем участие, это не в формировании самой налоговой системы, то кто, кроме нас, даст обратную связь? Никто. Здесь не должно быть никаких элементов того, что вот, это противодействие, там никакого даже близко нет. мы обязаны давать эту обратную связь. Ну, естественно, мой налоговый инспектор, как она говорит, ну, Дмитрий Валерьевич, вы же понимаете, что никто не будет освобуждать административное дело, и скорее всего мы дождемся, когда, в общем, нам дадут право списать это за должность. Так вот, в этом году, поскольку ввели ЕНС, что-то долго вас подвожу к этой теме, я приложил специальные усилия, чтобы из платежки, поскольку там она идет чехом, условно, какие-то там 100 тысяч надо заплатить налогов, и есть вот эти 25 рублей. Из платежки осознанно сначала я открываю платежку, плачу те самые налоги, чтобы они не уходили чехом, чтобы они целенаправленно шли на оплату налогов, а не за должности по старым периодам. То есть, для этого надо прилагать усилия, поэтому возвращаясь, я вам сейчас технически разложил, в чем проблема этого ЕНС, и вы ваш пример также туда же падает, в эту корзинку. Но возвращаемся к нашей, к первой части, к нашим баранам. к нашим баранам. К нашим баранам. к нашим баранам.